Конкурс на лучшую научную книгу проводится Фондом развития отечественного образования совместно с Международным инновационным университетом уже 15 раз. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Комитета по образованию Государственной Думы России, академик Российской Академии образования Михаил Берулава. Отечественная наука в последнее время поднимается все выше и выше. Ваши труды нужны стране, особенно сегодня. Среди участников конкурса преподаватели вузов и работники научно-исследовательских учреждений. Этому конкурсу в России нет аналогов, ведь только здесь выявляются именно авторы лучших научных работ. Швейцарская наука всегда ищет сильных партнеров, поэтому в 2007 году в числе других стран Россия была выбрана швейцарским правительством, как страна, с которой надо сотрудничать в сфере развития науки. Выбор был основан на количестве совместных проектов в Швейцарии и России. Начало международного сотрудничества университетов означает очень конкретную деятельность. Это принимать профессоров из других стран, как вы сейчас это делаете. Это также принимать иностранных студентов. И, конечно, это двусторонний процесс. Все мы знаем, что... Известно, что стандарты российского образования поставили высокую планку во всем мире, и все восхищаются качеством российского образования. Каждый человек, который сидит в этом зале, сделал большой вклад в образование, в науку. Это практически героические усилия. Вы готовите ученых, студентов, граждан вашей страны. Выражаю вам свою благодарность за это. Диплому победителям конкурса вручал заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы России академик Российской Академии образования Михаил Берулава. Мне хочется поблагодарить организаторов конкурса за то, что они проводят огромный труд, собирая такие работы со всей нашей страны, объединяя преподавателей вузов, давая нам возможность обменяться мнениями и учиться друг у друга. Благодарить организаторов конкурса, всех экспертов за ту высокую оценку, которую они дали нашему и коллективному труду. Подарком для победителей конкурса стало выступление лучших творческих коллективов. Гостям университета продемонстрировали русское народное творчество. Не обошелся праздник и без традиционного кавказского колорита. Затем заслуженные награды получили и лауреаты конкурса во всех четырех номинациях. Всего в этом году заявку на участие в конкурсе подали более 4 тысяч ученых из 765 высших учебных и научно-исследовательских учреждений. Среди них ведущие специалисты в области фундаментальных и прикладных наук. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ